Субтитры создавал DimaTorzok Нидерландцы особенно прославились открытием в 20-х годах XV столетия масляных красок. Исполненные в новой технике их картины поражали европейцев драгоценно сияющим колоритом, с помощью которого художники добивались почти иллюзорных эффектов передачи натуры. Именно так написан маленький диптих Робера Кампена с изображением Мадонны с младенцем у камина и троицы, в которых выразительно сопоставлены начало и конец земной жизни Иисуса Христа. Старший современник Яна Ван Эйка Кампен был одним из зачинателей нидерландской живописной школы. Смелые новшества своеобразно сочетаются в его работах с отголосками средневекового искусства. Старая иконописная схема, еще ощутимая в условной торжественно-статичной композиции троицы, где акцентирована жертвенность Христа и его мученическая смерть, а в правой створке диптиха художник воплощает интимный мир его детства, согретого материнскими заботами. И сцена в целом, и отдельные ее фрагменты имеют символический смысл. Умывальник и полотенце, например, обозначают чистоту Марии, ее девственность, а окно, через которое льется свет с небес, незримое присутствие Бога. Но этот символизм становится теперь скрытым, уходит в подтекст картины. На первый же план выступают реалии современной художнику жизни. Нашему взгляду открывается интерьер типичного бюргерского дома 15 века. И ржеволосая Мария с простым миловидным лицом напоминает спокойных домовитых нидерландских горожанок. В работе Кампена нет строго выдержанной линейной перспективы. К передаче пространства нидерландский художник подходит чисто эмпирически. Он не изучает натуру как ученый, стремясь открыть лежащие в ее основе закономерности, а смотрит на нее с молитвенным благоговением. Настроение уюта, покоя, тишины царит в картине. Живописцы считали евангелиста Луку своим покровителем. Ведь именно он, согласно преданию, написал первое изображение явившейся ему Богоматери. Нередко они наделяли его автопортретными чертами. Эрмитажная картина «Святой Лука, рисующий Мадонну» не исключение. В образе святого мы видим здесь самого Рагира Вандервейдена, одного из величайших мастеров нидерландской школы. Кисть Рагира запечатлела массу достоверных подробностей, вроде рефлекторных движений рук и ног младенца, характерных для грудных детей, или жеста, которым Лука держит серебряный карандаш, большим и указательным пальцами перпендикулярно к листу бумаги. Именно так следовало работать этим инструментом. А как увлекательна картина городской жизни, которая открывается в глубине сквозь проемы лоджии и всмотреться в которую нас как будто приглашают стоящие у стены спиною к нам мужчина и женщина. Возможно, Рагир запечатлел свой родной город Турне, где он учился в мастерской Робера Кампена, или Брюссель, где стал позднее главным городским художником. Появление новых тем, образов, жанров отличает нидерландское искусство первой половины 16-го столетия. Художник из голландского города Лейдена Лука Лейденский приобрел славу одного из лучших гравюров своего времени. Неизвестно, где он обучился этому новому для нидерландов искусству, но уже в юном возрасте он создавал замечательные гравюры на меде. Гравюры Луки Лейденского виртуозны по исполнению, а тематика их необычайно многообразна. В знаменитой «Коровнице» 1510 года он первым в Европе обращается к крестьянской теме, предвосхищая созданные полвека спустя образы простолюдинов у Питера Брейгеля-старшего. Особую наблюдательность проявил художник в изображении крестьянского быта и вместе с тем, строго организовав композицию, он придал этой простой сцене подлинную значительность и монументальность. А как нетрадиционно представлена в другом его известном листе Мария Магдалина, похожая на нарядную голландку во время сельского гуляния. Здесь он представил Марию Магдалину еще до событий, описанных в Евангелиях, когда она вела жизнь полной мирских удовольствий. Композиция включает в себя множество разных мотивов и тонко подмеченных деталей. Во всех произведениях Луки Лейденского ощущаются глубокие народные корни. Недаром он предпочитал изображать многолюдные сцены, где главные герои неотделимы от массы. Мы видим это не только в его гравюрах, но даже в алтарях. В триптихе «Исцеление иерихонского слепца» последним и лучшим живописным произведением голландского мастера, Христа и слепого обступила пестрая, одетая в современные костюмы, оживленно жестикулирующая толпа, в которой есть и сочувственно, и враждебно настроенные люди, и просто случайные зрители. Евангельская сцена имеет здесь почти жанровый характер. По сторонам от нее на боковых створках фигуры герольдов с гербами заказчиков, словно сошедшие с театральных подмостков. Из молитвенного образа алтарь превращается у Луки Лейденского в красочное декоративное зрелище. Гуманистические идеи в XVI столетии получают в Нидерландах широкое распространение и развитие. В святом семействе Иоса ван Клеве есть одна интересная деталь. Святой Иосиф имеет портретное сходство с великим нидерландским гуманистом Эразмом Роттердамским. Работая над картиной «Кающийся святой Иероним» и изображая крупным планом обнаженную фигуру, решая новые для национальной школы пластические задачи, Ян ван Хемессен вдохновлялся искусством Микеланджело. Святой Иероним считался покровителем ученых. Он один из крупнейших мыслителей раннехристианской эпохи, переводчик и толкователь Библии. Ламбард Ломбард в автопортрете предстает истинным нидерландцам, немало не стремясь исправить свой далекий от идеальности облик. Разносторонне одаренный человек, педагог, теоретик, нумизмат, Ломбард был близок к гуманистическим кругам, бывал в Италии и хорошо знал классическое искусство. Однако, если так можно выразиться, по-итальянски нидерландцы говорили с сильным акцентом. Это заметно и в автопортрете, где правда неизменно оказывается для них важнее красоты. И в сюжетных картинах, где всегда дает о себе знать особая конкретность и подробность видения, присущее северным мастерам. Субтитры создавал DimaTorzok В Афландрии начался рассвет искусства, прежде всего живописи, как только в апреле 1609 года Испания и Голландская республика заключили долгожданное перемирие. Ни одна страна 17 века не создала такого множества мажорных, праздничных, жизнеутверждающих образов. Вдохновителем и главой фламандской школы стал Питер Пауль Рубенс. Антверпен, где жил и творил Рубенс, стал тогда истинной столицей Фландрии. Именно там билось ее живое, горячее сердце. Пройдя обучение на родине, Рубенс надолго уехал в Италию. Молодой фламандец приобщился к великой культурной традиции античности и возрождения. Центральная фигура в его картине «Христос в терновом венце» навеяна знаменитым кентавром Боргезе, античной скульптурой, которую Рубенс видел и зарисовал в Риме. Торжественный строй, сочетание монументальности образа с почти физически ощутимой конкретностью его воплощения, четкий, даже несколько жесткий рисунок, эти качества характерны для раннего этапа творчества Рубенса. Герои произведений Рубенса люди полные неиссякаемой жизненной энергии. В союзе земли и воды они предстают в виде древних богов Кибеллы и Нептуна, олицетворяющих благодатный союз двух стихий, залог природного богатства и одновременно союз мужского и женского начала, лежащий в основе жизни. Не случайно в центре картины под соединенными руками богов из опрокинутого сосуда изливается поток воды. Он символизирует неостановимое движение жизни, а внизу в этой воде плещутся дети, знак ее непрерывного обновления. Рок изобилия и тигр в союзе земли и воды написаны, возможно, его другом Франсом Снедерсом, которого, как и других самых талантливых художников Антверпена, Рубенс привлекает для выполнения совместных работ в своей мастерской, ставшей центром художественной и интеллектуальной жизни страны. Жизнеспособность становится для художника синонимом прекрасного. И он не останавливается даже перед преувеличением, чтобы внушить зрителю впечатление здоровой и сильной человеческой плоти. В этом было что-то глубоко почвенное. Это соответствовало национальному фламандскому пониманию красоты. В знаменитом автопортрете, который был создан, возможно, еще в Италии или вскоре по возвращении в Антверпен в 1627 году, Ван Дейк представил себя изящным светским кавалером, баловнем судьбы. Он словно поддерживает своим произведением то представление о художнике, которое импонировало придворным кругам, скрывая под светской маской свое истинное лицо. И, быть может, лишь одна деталь этой виртуозно написанной картины намекает на сокровенные мысли ее автора. Руина колонны, которая, согласно распространенной в 17 веке символике, означала быстротечность времени, недолговечность человеческой жизни. Ван Дейк прожил всего 42 года. Словно предчувствуя ранний конец, он спешил воплотить свои замыслы и работал с невероятным напряжением. Прекрасные образцы психологического портрета Ван Дейка значительно опережают по времени аналогичные по характеру работы других великих портретистов эпохи Халса, Веласкеса, Рембрандта. Парадные портреты не предполагали душевной открытости героев. Здесь важна была прежде всего социальная роль человека, то, что подчеркивало его принадлежность к привилегированному кругу. Это был своего рода театр, но театр высокого стиля. Торжественность композиций и эффектность аксессуаров сочетаются в этих портретах-картинах с элегантностью поз и благородством облика моделей. Подобные портреты сделали фламандского мастера знаменитым еще в итальянские годы. Но особенную славу они принесли ему в последний период жизни, проведенной в Англии, куда он приехал в 1632 году по приглашению короля Карла I, став первым живописцем его величества. Ван Дейка уже почтительно называли «сэр», как рыцаря ордена подвязки, того самого в костюме которого представлен в его портрете английский аристократ граф Денби. Ван Дейк был по-светски учтив и любезен со всеми. Однако многие модели не вызывали у него ни симпатии, ни интереса, и это его отношение к ним сквозило под внешним блеском изображений, как в картине «Портрет Анны Далькитт» и «Анны Кэр». В этом виртуозно написанном портрете Ван Дейк достигает тонкой и изысканной гармонии цвета, сочетая в платьях героин серебристо-белые, сиреневые, вишнево-красные и черные тона. Красота живописи и романтический пейзаж фона контрастно оттеняет внутреннюю пустоту и непривлекательность великосветских моделей. И такой отдушиной были для художника те редкие случаи, когда перед ним оказывались дети. В портрете дочерей Уортона две маленькие девочки, Филадельфия и Елизавета Уортон, живые непосредственно разыгрывают перед зрителем роль светских дам. Здесь открывается еще одна грань таланта Ван Дейка, умевшего без слащавости и сентиментальности передать всю свежесть и наивность детского восприятия мира. Словно выражая свою симпатию, Ван Дейк писал их портреты в нежной серебристо-переливчатой гамме, которая впоследствии стала излюбленной у живописцев английской школы. За героями его поздних портретов вставала полная тревога время, та напряженная атмосфера, в которой жило английское общество накануне буржуазной революции. Замечательной психологической остротой отличается портрет сэра Томаса Чалонера, который в годы буржуазной революции, встав на сторону Кромвеля, будет участвовать в суде над Карлом Первым и подпишет смертный приговор королю. Строгость решения, сдержанность колорита заставляют зрителя сосредоточить внимание на выразительном подвижном лице героя с пронзительным взглядом светлых глаз. До последних дней Ван Дейк сохранял свое отточенное мастерство и зоркость взгляда. В декабре 1641 года в Антверпен, куда Ван Дейк так мечтал вернуться, пришла печальная весть о его кончине. Он ушел из мира в рассвете таланта, всего на год пережив Рубенса. Семнадцатый век был временем яркого расцвета разных жанров живописи. И характерным явлением тогда стала узкая специализация художника. Во Фландрии мастера, подвязавшиеся в разных жанрах, нередко сотрудничали друг с другом, особенно при создании больших картин. Известно, например, что для изображения человеческих фигур в лавках Снейдерс привлекал других художников, которых снабжал подготовительными рисунками. А вот животных, которые тоже нередко оживляют эти композиции, он всегда писал сам, так как был превосходным анималистом, в анималистическом жанре Снейдерс создавал и самостоятельные произведения, проявляя при этом изобретательность и великолепное знание натуры. В птичьем концерте Снейдерс достигает декоративного эффекта с помощью цвета и остроумным сочетанием больших и малых форм. Полные юмора сюжеты, нередко навеянные популярными во Фландрии баснями из зопа, особенно охотно использовали в небольших кабинетного формата картинах. Большой успех у современников имели работы Давида Теннерса с изображением обезьян. Этих ручных зверьков тогда в большом количестве привозили из южных стран, и их можно было встретить в домах столь же часто, как кошек в наши дни. В произведениях Теннерса они нередко пародируют поведение людей. С размахом написаны охотничьи сцены выдающегося анималиста Пауля де Воса. Изображения травли диких животных, яростных схваток зверей были его главной специальностью. Они служили излюбленным украшением охотничьих павильонах в загородных имениях европейской знати. Вдохновленные знаменитыми охотами Рубенса, картины де Воса с их сложными композициями полны энергии. Так в охоте на медведя кровавые схватки не оставляют впечатления жестокости и кровопролития, ибо сам художник явно увлечен силой и ловкостью животных, красотой и динамикой их движений. Картины де Воса и монументальные натюрморты Снейдерса являются яркими образцами стиля барокко, который благодаря Рубенсу стал ведущим во фламандской живописи. Повышенная эмоциональность, страсть к изображению сильных человеческих чувств в их открытом проявлении была свойственна такому художнику, как Адриан Бауэр, который был как будто антиподом Рубенса. В своей небольшой по размеру картине сцена в кабачке художник со всей откровенностью изображал убогий быт людей, принадлежавших к самым низам фламандского общества, словно демонстрируя неприглядную изнанку того пиршества жизни, которая воспевалась в произведениях мастеров Рубенсовского круга. Бауэр умел сочетать в своих маленьких картинах свойственную голландцам тонкость передачи свето-воздушной среды с открытой эмоциональностью, которая отличала его земляков. Не случайно Рубенс так высоко ценил и приобретал для собственной коллекции картины этого оригинального рано умершего живописца. Праздники были одной из излюбленных тем бытового жанра. Они и в жизни фламандцев занимали очень значительное место, оставаясь, как когда-то во времена Питера Брейгеля-старшего, средством их национального самоутверждения. Картина Давида Тейнерса «Деревенский праздник» подобна неторопливому подробному рассказу, в котором особое внимание уделяется деталям крестьянских костюмов, деревенских домов, пейзажа, в то время как сами люди маловыразительны и похожи на марионеток, разыгрывающих веселое представление. Групповой портрет членов антверпенского магистрата из старшин стрелковых гильдий Редкость не только в творчестве Давида Тейнерса, младшего, но и во фламандском искусстве вообще. Художник точно изображает главных участников парада, происходившего в 1643 году на площади перед антверпенской ратушей по случаю юбилея декана корпорации стрелков. Особенную популярность имел праздник Бобового короля, многочисленными изображениями которого прославился один из ведущих фламандских живописцев Якоб Йорданс. Ежегодно 6 января в день Богоявления в каждом доме устраивалось застой. По старинному обычаю гостям подавали пирог с секретом. И тот, кто в своем куске обнаруживал запеченный боб, провозглашался королем праздника. Он выбирал себе королеву и свиту, и все должны были ему беспрекословно поминоваться. С сочным, по-народному, грубоватым юмором Йорданс изображает шумную компанию пирующих бюргеров, центром которой является добродушный, охмелевший старик в бутафорской короне. Моделью для Бобового короля художнику послужил его тесть и учитель Адам Вам Норт, известный антверпенский живописец, у которого одно время учился Рубенс. Для молодой королевы позировала дочь Йорданса, Елизавета, а себя он изобразил под видом одного из самых буйных участников застолья с кувшином в высоко поднятой руке. Бобовый король якобы Йорданса нечто большее, чем изображение семейной пирушки или популярного праздника. Перед нами олицетворение полнокровной, вольнолюбивой Фландрии, могучей и неистребимой, как стихия самой жизни. КОНЕЦ В 1608 году Хендрик Голциус, уже прославленный в Европе своими гравюрами, написал большую картину «Адам и Ева». Голциус был знаменитым гравером и рисовальщиком, одним из видных представителей Харлемской академии. Лишь в возрасте сорока лет он начал заниматься живописью, но волею судьбы уже не молодой Харлемский мастер стал одним из первых представителей новой голландской школы. Гордые победой голландские бюргеры стали теперь полноправными хозяевами своей страны и протестантская Голландия, первая в Европе буржуазная республика, в короткое время превратилась в самое богатое и передовое государство на континенте. КОМПОЗИЦИИ ЭРМИТАЖНОЙ КОМПОЗИЦИИ зимний вид в окрестностях Гааги естественно как сама жизнь. В 17 веке живописцы еще не работали на открытом воздухе. С натуры они делали только рисунки. Но каким же наблюдательным был автор этого пейзажа Ян Ван Гоэн. Как ощутимы в его картине и прозрачность белого сияющего льда, и насыщенная влагой атмосфера, которая словно гасит цвета. Скромная природа Голландии стала неисчерпаемым источником вдохновения для художников Яна Парселеса «Морской пейзаж», Филлипса Вауэрмана «Вид в окрестностях Харлема», Арта Вандернера «Пейзаж смельницы». Природа представала в картинах в разное время года и суток, при разной погоде. Ее образ окрашивался настроением художника. И в каждом пейзаже было замечательное единство неба и земли. Ведь художники этой школы научились передавать кистью сам воздух. Воздушная перспектива стало их подлинным открытием. Адриан Ван Астаде изображал крестьян. Он был настоящим бытописателем. Но, разумеется, этот выдающийся жанрис не ограничивался перечнем примет сельского быта. Импровизированный концерт с участием бродячего скрипача вовсе не выдумка художника. У голландцев были необычайно популярны домашнее музицирование и любительский театр. Ян Стэн, талантливый ученик Астаде, был заядлым театралом. Постоянный зритель и участник театральных постановок, он черпал из них сюжеты многих своих картин и часто представлял самого себя в разных ситуациях и в разных ролях. В полных юмора гуляках Стэн и его жена Маргарита Ван Гоэн, дочь известного пейзажиста, предстают в виде веселого кутилы и его подружки. Они изображены в кухне среди многочисленных вещей, которые выразительно подыгрывают героям. И словно антиподом Стэновских гуляк является молодая женщина, подметающая пол в картине Питера Янсенса Эллинги «Комната в голландском доме». Солнечные лучи, проникая в интерьер дома, наполняют его изумительной игрой золотистого света и дымчатых теней. И замкнутое пространство комнаты с обилием прямоугольных очертаний становится похожим на прозрачный сияющий кристалл. В уютной комнате, по которой неторопливо движется женщина, царит образцовый порядок, который так ценили голландские бюргеры. Таким воплощением порядка является и рачительная хозяйка Питера де Хоха, сидящая перед своим домом и отдающая распоряжение служанке. Покой и тишина царят в маленьком уютном мире голландского дворика, где ритмичные повторы линий создают почти музыкальную гармонию, а омытые прозрачной атмосферой краски кажутся особенно чистыми и звонкими. В работе Виллема Класс Хеды «Завтрак с крабом» мастер менее всего стремился к декоративным эффектам. Голландцы предпочитали камерный мир вещей. Не случайно такую популярность у них имели так называемые завтраки, родиной которых был город Хармин. Стеклянные бокалы и металлическая посуда с остатками трапезы образуют на краю стола полную естественности группу и словно хранят на себе следы прикосновений их владельца. За кажущейся случайностью расположения вещей скрывается тонкий расчет художника, сопоставляющего предметы из различных материалов, контрастные по форме и фактуре. Удачно оттеняя индивидуальность друг друга, они вместе с тем прекрасно сгармонированы благодаря единой серебристо-оливковой гамме. Картина часто превращалась в маленькую новеллу из жизни вещей. Как сказочный рыцарь в доспехе стоит золоченный аугсбургский кубок в центре композиции Вилли Макалфа десерт. Деликатно отступил в полумрак сопровождающий его высокий строгий бокал штанген глаз. На переднем плане, словно посланцы экзотической страны, яркие фрукты, с которыми переговаривается приземистый голландец, пузатый стеклянный реммер. КОНЕЦ 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 Наиболее чуткие из художников словно взывали к соотечественникам «Мементе море! Помни о смерти!» Напоминали о вечных законах земной жизни, об эфемерности того материального благополучия, которое стало основой целью бюргерского существования. Слышали ли их? С вызывающим презрением и едкой иронией смотрит герой позднего портрета Франца Халса. КОНЕЦ 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 Как не похоже свободное темпераментное движение кисти Халса, создающей формы, готовой измениться, как будто прямо на глазах на мелкие сплавленные мазки в картинах малых голландцев, рисующих образ стабильного и прочного существования. Место простоватого, но сметливого, энергичного купца прежнего поколения занимает самодовольный обыватель, которому богатство дает право безапелляционного суждения обо всем. Не на этих лену варишей с явным вызовом смотрит портретируемый. В браваде безымянного героя Халса, в котором в 18 веке склонны были видеть самого художника, много горечи. Это человек, не понаслышке, знающий о щите земного счастья и относительности материальных ценностей. Кажется, в самой живописи Халса, стремящиеся поймать, запечатлеть мгновение, выражена мысль об быстротечности времени. И понял я, что счастья нет, что ничего желать не надо, что все лишь суета суета. Поэтам вторили художники, изображая руины здания, гибнущий в бурном море корабль или засохшее дерево. Последний мотив встречается во многих произведениях великого пейзажиста якобы ван Рейсдала, которого Гетте впоследствии назовет философом и поэтом. В его шедевре картине болота сломленный ствол березы медленно, но неотвратимо затягивается трясиной, символизирующей смерть. Мощные старые деревья, окружающие лесное болото, еще борются за жизнь, но и они обречены. Тема бренности, неумолимости времени настойчиво звучала в голландской живописи, особенно с середины века. В девушку из богатой патрицианской семьи Саскию ван Элленбург страстно влюбляется лейденский живописец Рембрандт, который в начале тридцатых годов поселяется в Амстердаме и быстро становится самым знаменитым портретистом столицы. Он добивается от ее родственников разрешения на брак. В 1634 году, вскоре после свадьбы, он изображает ее в виде античной богини весны и садов Флоры. Переливы шелка, яркие краски цветов, солнечный свет придают картине приподнято праздничный характер. В этом пышном облачении Саския выглядит удивительно мило и естественно. Она как будто даже чуть смущена той ролью, которую ей приходится играть по воле художника. Как в фокусе во Флоре собрано все то, что характерно для творчества Рембрандта тех лет. Уверенное мастерство кисти, чисто голландское умение точно и непревзято передать черты конкретной модели и одновременно отсутствие прозаизма. Богатая игра фантазии, преображающая жизнь, отличавшая его от большинства голландских художников. за несколько лет до смерти Рембрандт снова решил написать блудного сына. Художник словно подводит итог своему жизненному и творческому пути. Когда-то, еще в тридцатые годы, Рембрандт впервые обратился к притче о блудном сыне. В знаменитом автопортрете Саскии он представил себя в виде блудного сына, беспечного Кутилы. Но на сей раз мастер изображает финал истории. Бледным, исхудавшим, усталым человеке, вернувшимся к отцу, которого он бросил в юности, трудно узнать без шабашного искателя удовольствия, игрока и мото, куда девались его самоуверенность, его богатые одежды. Все бренное спало с него, как пустая шелуха. Ценой потери страданий он прозрел и обрел вечное. Во мгле пространства сияет лицо отца, склонившегося над блудным сыном, и поток любви и благодати нисходит на пришельца. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Родиной Альбрехта Дюрера Этого немецкого Леонардо, как назовут его современники, стал Нюрнберг, богатый город, лежащий на торговом пути между Италией и Нидерландами. Ухо и глаз Германии, как говорил о нем Мартин Лютер. Дюрер появился на свет в семье золотых дел мастера, а крестным отцом его был знаменитый издатель, король типографов Антон Кобергер. В книгопечатнице своего крестного Дюрер впервые увидел, как режут и печатают гравюры. Впоследствии, став мастером, он работал и как живописец, и как рисовальщик, был крупнейшим теоретиком искусства, занимался геометрией и фортификацией, и прекрасно владел пером, но на первом месте в его творчестве всегда оставалась гравюра, трудный язык которой он освоил в совершенстве. Большую гравюру на медине Мезида Дюрер создал, когда ему было 30 лет, и за его плечами был уже немалый опыт. Закончив обучение, он успел совершить предписанное правилами странствуя по немецким землям и даже провел полгода в Италии. Немезида – ничто иное, как аллегория правосудия, однако она бесконечно далека от прежних аллегорических изображений вроде Христа на страшном суде. Античная богиня парит над землею на шаре, держа в одной руке кубок с дарами для праведников, а в другой – меч и узду для грешников. В горном пейзаже, расстилающемся внизу, запечатлен тирольский городок Клаузен, через который Дюрер проезжал по пути в Италию. Виртуозное мастерство требовалось от художника, чтобы с помощью только штрихов, по-разному их комбинируя, и, варьируя толщину линий, передать тончайшие градации тона, объемность и материальность предметов. В самых разных вариациях тема смерти постоянно звучала в немецком искусстве того времени, призывая человека к духовной бдительности. Проблемы христианской морали остро стояли в Германии, находившейся в преддверии реформации. Образ Венеры, которая ассоциировалась со сладострастием, одним из семи смертных грехов, приобретал здесь совсем иной оттенок, чем в итальянском искусстве. На святках в немецких городах часто разыгрывались народные представления, где фигурировала фрау Венус, обольстительница, которая своей колдовской силой притягивает и губит людей. Не потому ли героев картины Лука с экрана Хавенера и Амур окружают такое странное пространство? Полоса сухой каменистой почвы резко обрывается позади них, и непроницаемо черный фон вызывает невольную мысль о мраке небытия. Изображение черепа нередко включалось в портреты или помещалось на их оборотной стороне. Возможно, первоначально картина Бартеля Брейна «Череп в нише» служила оборотной стороной портрета или вместе с ним составляла двухчастную картину диптих. «Нет щита, который заслонил бы от смерти, поэтому живите так, как хотели бы умереть», написал на картине художник. Подобные сентенции нередко произносили протестантские проповедники вслед за своим духовным вождем Мартином Лютером. Катарина фон Бора, жена Мартина Лютера, стала одной из главных вдохновительниц кранаховского идеала женщины. Несомненное сходство с ней есть в Мадонне с младенцем под яблонием. Это один из самых светлых и поэтичных образов немецкого возрождения. Мадонна Кранаха похожа на златокудрую принцессу из старинных немецких сказок. В руках младенца Иисуса хлеб и яблоко, напоминающие о том, что Он явился в мир, чтобы, жертвуя своей плоти, искупить грехопадение людей. Но лишь эти сакральные символы связаны с темой страдания. Мария нежным прикосновением поддерживает сына. На ее лице просветленная задумчивость. По плечам мягко стекают длинные пряди рожеватых волос и покрытые плодами ветви яблони наподобие роскошного венца осеняют ее голову. В глубине за фигурой Богоматери открывается сказочно прекрасный пейзаж. Натюрморт, созданный Христофером Паудисом в последние годы жизни, был написан без всякой оглядки на авторитетные образцы, в таком непосредственном контакте с натурой, какой был редкостью даже для голландцев, являвшихся учителями для десятков художников Германии. В юности Паудис был учеником Рембрандта и находился под обаянием творчества великого мастера. Позднее, работая на родине, художник сумел достичь яркой самобытности даже в тех жанрах, которые были классическими для голландской школы. Серебристые натюрморты Паудиса с их вибрирующей атмосферой и мягкой, стирающей резкие грани светотенью принадлежат к лучшему, что было создано немецкой живописью в семнадцатом столетии. Однако яркий дар Паудиса не был в сущности востребован в Германии. Он не имел последователей и остался таким же одиночкой, как и другие наиболее талантливые немецкие художники того времени. Художественные ремесла Вот сфера, в которой мастера Германии могли соперничать с французами, ставшими тогда законодателями европейского вкуса. На исходе семнадцатого века в Германии наметилось некоторое оживление. Безнадежно отстававшая от ведущих стран Европы, она постепенно пробуждалась от долгого сна. Именно теперь, довольно поздно проникшая на немецкую почву барокко, дало свои яркие плоды в прикладном искусстве. В работах мастеров города Эгера, которые изобрели оригинальную технику рельефной интарсии, в которой выполнен эрмитажный кабинет, обрели новую жизнь исконно немецкие традиции резьбы по дереву. Наборные панно из цветного дерева широко использовались в семнадцатом веке для украшения мебели. Но мастера города Эгера стали делать их рельефными, достигая богатых светотеневых и фактурных эффектов, как в эрмитажном кабинете. Эгерская мебель черного дерева, украшенная наборными панно, выполненными в этой технике, была явлением уникальным и пользовалась известностью не только в Германии. Много новых форм утвари породил пышный дворцовый быт эпохи барокко. В течение целого столетия в Аугсбурге, славившемся мастерами-серебрянниками, главенствовала семья биллеров, самым выдающимся представителем которой был Иоганн Людвиг II Биллер, работа которого входит в коллекцию эрмитажа. Пышность форм, сочность узоров, контрасты цвета, характерные черты стиля барокко, которые нашли отражение в работе аугсбургского мастера. Так основным украшением кувшина является контраст его золоченой поверхности с наложенным на нее растительным орнаментом из незолоченного серебра. А золотой туалетный прибор, сделанный для русской императрицы Анны и Анны в конце 30-х годов 17-го столетия, одно из уникальных произведений прикладного искусства. 49 предметов от большого зеркала и умывальных принадлежностей до колокольчика для вызова слуг выдержаны в едином стиле и вместе с тем разнообразны по формам и декору. Приборы-плодоминажи, настольные украшения, представлявшие собой целые сооружения, имели не только практическое назначение, но и служили украшением парадного стола. Они включали в себя и подсвечники, и чашу-холодильник для охлаждения вина, и сосуды для специй и напитков. В их оформлении мастер давал волю своей фантазии проявлял виртуозное мастерство, эффектно сочетая самые разные приемы обработки металла. Во второй половине восемнадцатого столетия Рококо смыла новая волна увлечения античности. Воцарился неоклассицизм. Идеал благородной простоты, который был провозглашен вдохновителем и теоретиком неоклассицизма Винкельманом, по-своему воплощался в каждой из сфер художественного творчества. Мебель приобрела ясную конструкцию и строгие формы. Крупнейший мебельщик второй половины восемнадцатого века Рентген особенно прославился своими бюро, формы которых напоминают классическую архитектуру. С помощью механического устройства в них выдвигаются ящики и открываются секретные отделения. При этом звучат мелодии, которые исполняются вмонтированным в бюро музыкальным механизмом. Антон Рафаэль Мэнкс, сын придворного художника саксонского курфюрста, с детских лет предназначался своим отцом для поприща живописца. И даже имя ему дали, составленное из имен Кареджа и Рафаэля. Совсем юным он запечатлел себя в автопортрете, который выполнен в технике пастели, излюбленной в искусстве первой половины восемнадцатого века. Картина Мэнкса, Персея, Андромеда имела сенсационный успех у современников. В 1774 году художник был избран президентом Римской академии Святого Луки. Винкельман называл Мэнкса восстановителем искусства, немецким Рафаэлем. Единственный путь для нас сделаться великими и, если можно, неподражаемыми, это подражание древним. Этот знаменитый Винкельмановский девиз невольно вспоминается у картины Мэнкса, где все фигуры, изображенные в картине, навеяны конкретными классическими образами. В Персее, например, обнаруживается явное сходство со знаменитой античной статуей Аполлона Бельведерска. Романтические настроения нарастали в немецком искусстве в течение всей второй половины 18-го столетия. В отсталой Германии удручающие обстоятельства века находились в резком противоречии с высокими устремлениями человеческой души, выразившимися в грандиозной музыке Баха, в философии Канта, в литературном творчестве Шиллера и молодого Гёте. На лице неизвестного мужчины в картине Антона Графа отразилась напряженная мысль. Рука с пером застыла на листе бумаги. Оторвавшись от рукописи, он словно прислушивается к своему внутреннему голосу. «Кто бы ни был изображен на портрете аристократ, граф Меден, как предполагают некоторые исследователи, или выходец из буржуазных кругов, перед нами несомненно образованный человек, отмеченный печатью Гётефской эпохи. Творчество Каспора Давида Фридриха пронизывает идеи о нерасторжимом единстве мира природы и внутреннего мира человека. Именно в эпоху романтизма немецкая живопись обретает глубокую самобытность и становится явлением общеевропейского значения. Всю свою жизнь Фридрих писал почти исключительно пейзажи, моря и горы, небесные светила и облака, деревья и строения выступали у немецкого мастера не только как земные реалии, но отражали универсальные понятия жизни, становились зеркалом человеческой судьбы и божественного промысла. Фридрих работал в Дрездене, который стал одним из главных центров немецкого романтизма. Здесь сложилась его творческая личность как самого выдающегося живописца этого направления. В 1818 году, вскоре после женитьбы и путешествия на остров Рюген в Балтийском море, художник создал картину «На паруснике», где изобразил себя и свою жену Каролину на носу лодки, напряженно вглядывающимися в едва различимые глазом очертания далекого берега. Изображенный Фридрихом на первом плане картины «Парусник» кажется влеком вперед не столько силой ветра, сколько страстной устремленностью сидящих на носу людей. Тема человека, самозабвенно созерцающего природу и словно ищущую в этом созерцании разгадки великой тайны жизни, занимала художника на протяжении всего творчества. Он варьировал ее множество раз и в картинах, и в изумительных по красоте рисунках, выполненных сцепей. В работе «Восход луны» люди погружены в созерцание природы, поглощены зрелищем открывающегося их взору ландшафта, и дальний план получал при этом особое смысловое значение. Человеческие фигуры в произведениях Фридриха чаще всего изображены спиною к зрителям. Фридриха Фридриха Фридриха